Мировой конфликт. Автор Железнодорожный. Мировой конфликт – совокупность причинно-следственных событий, из-за которых человечество живет в современном виде и качестве, испытывает те или иные затруднения, переживает катаклизмы, созданные цивилизацией. В этой работе хочу предоставить несколько значимых, на мой взгляд, тем, играющих особую роль в понимании событий мирового конфликта. Предлагаемая версия или точка зрения должна прояснить основные взаимосвязи и разрешить ряд проблем в вопросах альтернативных взглядов на историю, и таким образом мы вплотную приблизимся к истокам этого конфликта. Часть первая. Прогрессоры и закулисье. Никола Тесла – известный персонаж, представленный мировым управлением в нужный момент для увода человечества в сторону техногенного пути развития. Подробнее смотрите фильм на канале проект Никола Тесла «Стрелочник». Искушая человечество, он не может не приводить реально работающие машины и принципы, на которых они работают. В чем и кроется причина безрезультатных поисков БТГ различными искателями свободной энергии. Огласки были переданы лишь некие плохо описанные машины и схемы. Не было структурированного описания, характеристик и в целом каждый достраивал единую концепцию как мог. За сто лет нам известно лишь несколько человек, которым удалось повторить его наработки в этом направлении. Это такие как Грей и Дональд Смит. То есть запросто пытаться понять эти технологии ни у кого не получается ввиду отсутствия знания о мироустройстве. Например, тот же Тесла задается таким вопросом – почему молния всегда бьет в землю? Если кто-то хочет использовать бестопливный генератор или преследует идею о экономических возможностях, у него ничего не выходит. Дело в том, что и деньги, и социум, и используемая техника в нашем современном мире – все искусственное. Все преобразователи энергии имеют КПД меньше 100%. В науке сделаны исчерпывающие доказательства для убеждения любого в том, что ты всегда отдаешь больше, чем получаешь. В двигателе внутреннего сгорания нам всегда мешает какая-то магическая энтропия. Электродвигателем и генератором противо-ЭДС, полетом в космос, слабость и стоимость ракетной тяги и запрет на антигравитацию и тому подобное. Вот так наука заранее все объяснила, почему у нас ничего не получится официально. Поскольку официальная позиция звучит так – сверх данного ничего невозможно в принципе, можно только подчиняться и отдавать больше, чем получаешь. Техногенное развитие – это искусственный социум, где все определено заранее и подчинено определенной цели. Целью является достижение рабовладельческого строя через лоббирование механизмов управления, официального объяснения, почему люди должны что-то делать, в чем-то участвовать и отдавать свои деньги и права. Но никто и никогда не лоббировал интересы человека, его успешность и возможности развития, приумножения материальных благ, здоровья или знаний. Проект Тесла был рассчитан на то, что люди, увидев возможности электромагнитных технологий, сразу признают изобретателя великим мудрецом и будут внимать его идеям, делать все, что он скажет, и если надо, то примут и новый мировой порядок. Но люди в то время еще не были настолько глупыми. На деле понадобилось две мировые войны и огромное множество переходных этапов, чтобы построить общество, которое внутренне уже согласилось на эту трансформацию. Общество, в котором мы живем сейчас Творчество Теслы очень многогранно и имеет пересечение в самых разнообразных проявлениях и слоях общества. Тем не менее, Тесла никогда не настаивал на своих воззрениях и очень тонко оценивал, как его воспринимают в той или иной среде. Если его идеи не были понятны, в нужном для Тесла контексте он исчезал без объяснений. Надо пояснить, что такое поведение Теслы – это отражение менталитета особой организации. Организации, которая существовала во все времена и была рядом с человечеством на каждом этапе переходных или исторических событий. Эта международная организация фактически и является тем самым тайным закулисьем, который управляет человечеством из тени. Прятаться, как известно, лучше всего на виду. И она называется, внимание, Международное общество сознания Кришны. Что? При чем тут вообще кришнаиты? Такие милые, безобидные, всех любящие чудаки. На деле, эта организация пронизывает своим влиянием все слои общества. От нищих до богатых, от ремесленников до производителей, от ораторов до ученых и политиков, тюрьмы, институты, благотворительные организации и банки, вооруженные силы многих стран и научное сообщество. Забудьте о масонах напрочь, вот настоящие последователи и адепты древних гонителей человечества. Люди, которые служат той силе, которую называют по-разному – рептилоиды, серые и т.д. Они реализуют их программы, вносят нужные знания и управляют общественным мнением. Именно здесь рождаются программы глобального управления, происходит обучение адептов и все то закулисное шебуршение, которое сокрыто от официальных представителей рядового обывателя. Помимо Теслы, официальными проектами, известными большинству, являются проект плоской Земли. Помните по Мандалу и ее структуру космоса, не имеющие с реальной картиной ничего общего? Антология мировых обманов со спекуляциями на основе заговоров в правительстве, полетов в космос и т.д. Обманщики сотового левела – это кришнаиты. Давая людям некоторые правдивые факты, они манипулируют на этапе выводов и делают это систематически. Созданные им иллюзии призваны склонить любого к добровольному подчинению и принятию рабского мировоззрения. Заставлять людей верить в то, чего на самом деле не существует, тоже их проделки. И здесь уже никак нельзя без эзотерики. Если хоть раз столкнуться с материалами кришнаитов, лекциями или записями, мы попадаем в какую-то параллельную вселенную, где существует взаимоотношение между людьми и инопланетянами различных видов. Где есть способы работы с сознанием человека. Где есть те самые виманы, трактаты о космосе и всякие технические чудеса, не уступающие по крутизне разработкам Теслы, а зачастую намного превосходящие их. Где описываются многие явления природы, о которых обычный человек даже не догадывается. Это удивительно, интересно и страшно одновременно. Здесь и способы убийства человека во сне, способы общения с духами, сделки с бесами, всего не описать. И если масоны – это клубы для богатых и влиятельных, то кришнаиты – это целый институт, где рады принять любого, кому это дело понравится. Адепты готовятся для самых разных задач, а в конечном итоге – для достижения контроля над обществом. Занимательно, но главная система обучения у кришнаитов называется бхакти-йога – система, при которой человек полностью избавляется от влияния кармических последствий. Ну а по-простому говоря, человек просто выпадает из мира причинно-следственных событий, и его жизнь более не несет никакого смысла. Сами подумайте, чтобы лишиться угрызений совести, надо совесть потерять. Это настоящая работа против бога-творца. Они создают и продвигают общество в бессмысленной жизни. Кришнаиты – это настоящие адепты нечеловеческого сознания, которые преследуют цели захвата и удержания власти над человечеством. В качестве доказательства может быть взято простое осуждение от обратного, что если кришнаиты, например, хорошие, тогда при всех их возможностях и знаниях они могли бы решить все проблемы человечества, но не делают этого и принимают в свои ряды строго людей с определенным складом ума и проводят собрания по поиску подобных людей. Кришнаиты, как и Тесла, знания не дают. Собирают в ряды всех, у кого имеются задатки к интеллектуальной деятельности, творчеству и кем можно управлять. А такие сами находятся, когда остаются слушать лекции, до конца исследовать предлагаемым условиям, а потом отдать квартиру, выполнять различные странности поручения и так далее, лишь бы Кришна был доволен. Так в одной из своих великих речей Тесла пишет следующее «Солнце – прошлое, Земля – настоящая, а Луна – будущее человечества». Надо просто посмотреть, кто кого пиарит и продвигает, и Тесла сам указывает нам на источник знаний и саму резиденцию захватчиков человечества. Луна – полеты, на которую прекратились так же быстро, как и начались. Это небесное тело, издревлеизвестное человеку, с которым связано почти все, что мы знаем о технике и прогрессе. Предположу, что все это есть настоящая резиденция наших захватчиков. Кто-то ищет Нибиру, кто-то грезит о Марсе. Вот же все под боком – небесное искусственное тело, известное как Луна, с искусственной орбитой и всегда повернутая одной стороной. Зачем мудрить и искать то, чего может и не найтись? А для кришнаитов, между тем, Луна – райская планета. Так вот, у нас сегодня есть основания, что была как минимум еще одна Луна Фата, которую постигла фатальная судьба. И это привело к смещению оси планеты, мировому потопу и разрухе. Полис ушел из Гренландии, она до сих пор еще никакая не Гренландия, то есть зеленая страна. А внезапный холод заморозил мамонтов так быстро, что еда не успела перевариться в их желудках и даже есть замерзшие волны. И позже это событие, мировой потоп, стали использовать в Библии для управления выжившими потомками – древней уничтоженной цивилизацией людей для того самого библейского проекта. Много городов и пирамид сейчас сокрыто под водой и погребено под 20-метровым слоем земли. В Ватикане хранится огромная библиотека древнейших книг, но они предоставляются только для своих, причем вполне себе так официально. В Англии, не сомневайтесь, тоже огромное собрание древней литературы. Некоторые книги изучают студенты богатых учебных заведений, а для всех остальных простых смертных прав достается под запретом или, можно даже сказать, просто не афишируется, и этого вполне достаточно. Все артефакты, книги, гравюры и знания человечества, оставшиеся после катастроф, стали трофеями Ватикана и Английской академии наук. Если бы мир был настоящий, все книги были бы доступны для изучения, а по телевизору вместо рекламы транслировали бы реально полезные передачи. Но он насквозь лживый и искусственный и вымышленный с целью контроля над поведением управляемого стада. Примечательно, что нет ни одного неретушированного или не отфотошопленного снимка Луны в высоком разрешении. И нет никакого объяснения, кроме как уфологического, для различных необъяснимых явлений на поверхности Луны, которые люди наблюдали и фиксировали. Из многих источников нам известна такая идея, что истинная причина прекращения полетов на Луну в том, что нам запретили туда летать и изучать. Ну и кто же тогда эти таинственные запретители? И тут отдельное место занимает всем известное планетарное мега-шоу, съемки МКС и космонавтов в открытом космосе. Тот самый случай, когда нам показывают то, чего нет в реальности. Альтернативщики потрудились на славу, многократно на многих примерах разоблачив эти постановки. Например, учитывая размеры Земли и высоту орбиты МКС, из иллюминатора невозможно увидеть всю планету целиком. Отсутствие во время съемок задраенных переборок отсеков МКС. Космонавты вообще не боятся разгерметизации или аварии. Сами отсеки чистые, нет скоплений пыли. Космонавты спокойно берут на борт станции всевозможные ненужные для работы вещи, музыкальные инструменты, игрушки и так далее. Возраст и физическое состояние некоторых космонавтов говорит о полном несоответствии известным нормативам по отбору космонавта. В очках, к тому же, работают, одевают шерстяные носки в космос. Получаем, что известная всем и транслируемая по ТВ МКС – это хорошая постановка фантастического сериала. Съемки с невесомостью, например, делаются при помощи множества ухищрений, а съемки выходов в открытый космос в огромном бассейне, где тренируют космонавтов в Звездном городке. Постоянно наблюдаются такие факты, например, когда в открытом космосе у космонавта в изгибах скафандра скопился небольшой пузырек воздуха, а потом он оторвался и пошел турбулентно вверх. Пузырьки всплывают в разных направлениях в зависимости от положения камеры. Починку и замену модулей станции также снимают в бассейне. А землю рисуют на специальном экране, благо технологии позволяют. Если и существует настоящая МКС, то нам никогда не покажут эти жуткие условия работы космонавтов в замкнутом пространстве по полгода. Такие условия можно предоставить только глядя на зэков особого режима содержания. Часть 2. Сюжет мирового конфликта. Сюжет этот довольно прост, но сильно растянут во времени. Имеет очень много переплетений в научных, исторических и социальных сферах. Сущность его состоит в том, что цивилизация прошлого человечества была уничтожена глобальной планетарной войной, при которой менялся климат планеты, атмосферное давление, вымирали динозавры, погибали целые континенты. Участники этого конфликта человечества и так называемые представители инопланетных цивилизаций. Индийские веды рассказывают нам о событиях прошлого, а именно о глобальной войне. Войну эту спровоцировал некто Кришна. Ну так что если вы не знали. У него была собственная армия и космический флот. Он прилетел на нашу планету и поссорил людей между собой. Представляясь богом, он манипулировал, вставая то на одну сторону человечества, то на другую, доводя ситуацию до брата убийственной войны. Знакомая история, правда? Богом его считали из-за технических возможностей и хорошего самопиара, как у них собственно это и принято делать, совести-то нет. Итоги войны нам в принципе понятны и известны. Человечество проиграло в этой войне, утратило свои знания, единую по всей земле культуру и свои возможности. Сейчас мы живем в эпоху, когда человечество живет строго в фарватере выполнения многочисленных программ своих захватчиков. То есть, грубо говоря, находясь в оккупации. И это нам программа хорошо известна как библейский проект, искусственный социум, техногенный путь развития с выходом на трансгуманизм в самое ближайшее время. Надо понимать, что такие произведения, как Махабхарата и другие произведения древности, особенно те, которые написаны на иероглифическом языке, в санскрите писались под интересы захватчиков, выигравших войну. Поэтому все почести и точка зрения отданы победителям. Про людей там почти ничего не сказано, кроме того, что люди сами во всем виноваты и вообще плохие, глупые и заслуживают того обращения, которое к ним применяется. Помимо активных боевых действий у Кришны были помощники, которые проводили генетические эксперименты и создавали новых существ, имевших ДНК людей и, прямо скажем, инопланетян. Сегодня, например, все слышали про анунаков, рептилоидов и изродившихся гуманоидов на летающих тарелках. Пример тому известный гуманоид Алешенька и подобная ему нечисть. Многообразие форм и видов инопланетных форм жизни сбивает человека с толку. Но что говорит та же Махабхарата и сами Кришнаиты? Нам будет очень интересно рассмотреть такого персонажа как Хануман, царь-обезьян, существо, сыгравшее решающую роль в войне прошлого на земле, один из главных героев Рамаяны, сын бога ветра Ваю и Апсары, полубогини Унжисталлы, преданный почитатель Рамы. После войны, поцарствовав несколько лет, Рама решил покинуть земной мир и удалился на небеса. Планету разбомбили, ограбили, можно домой вернуться и почить на лаврах. Многие из его окружения решили последовать за ним, даже некоторые ванары, в числе которых был сугрива. Однако Хануман не захотел покидать землю и не спросил позволения остаться на земле, пока люди чтят имя Рамы. Сита одобрила это решение и распорядилась установить изображение Ханумана в людных местах, чтобы он мог слышать восхваление в адрес Рамы. Так Хануман стал одним из семи индуистских бессмертных. Хануман участвует и в событиях Махабхараты. Один из братьев Пандавов, Бхима, пребывая в изгнании, встречает в лесу Ханумана и не может даже приподнять хвост, которым тот преградил ему дорогу. Хануман объявляет Бхиме, что он его брат, Бхима тоже сын Ваю, и возвещает ему учения о четырех югах и об обязанностях четырех варн. Культ Ханумана – один из самых популярных в индуизме. Его чтят как наставника в науках и покровителя деревенской жизни. Из Индии культ Ханумана и обезьян вообще распространился на всю Юго-Восточную Азию, вплоть до Китая. Хануман – ветеран войны с человечеством, не просто инопланетянин, а конкретно человек-обезьяна. Это один из приближенных слуг Кришны. Специально рожденная для войны на Земле модифицированная ДНК человека – обезьяны из космоса. Я думаю, что это и есть настоящий анунак – инопланетный захватчик, житель Луны. Луна и Земля покрыты кратерами от прошедшей активной фазы войны в космосе. Сразу вспоминается сюжет фильма «Звездных войн», где люди пытаются уничтожить звезду смерти – Луну, зависшую рядом с зеленой планетой – Землей. Помните про принцип подачи информации закулисных манипуляторов? Чтобы люди поверили, надо сообщить правдивую информацию, а манипулировать уже на конечном этапе выводов, иначе не поверят в самом начале. Если принять во внимание факт продвижения теории Дарвина о происхождении человека от обезьяны, то можно умозаключить, что анунаки и есть те самые инопланетные захватчики человечества – прародители народов Междуречия – Ирана, Ирака, Пакистана. Это они создали свой избранный народ, лишенный совести для представительства на земле от богов, то есть от них самих. Нам эти анунаки, как ни странно, хорошо известны – это люди-обезьяны, тот самый снежный человек, которого множество раз видели, но официально его не существует. Интересно еще и то, что кришнаиты почитают снежного человека, описывают его как очень продвинутого в техническом плане и очень умное существо. Все смотрели фильм «Хищник», так вот по описаниям кришнаитов анунак может становиться невидимым. Имеет тепловое зрение, в лесу от него не спрячешься, ростом 2,5 метра, мохнатый и выглядит примерно как Чубака. Человечество – проигравшая сторона. Управление перехвачено и нам навязываются мифы. Полеты в космос запрещены, совершенная техника, делающая человека независимым, запрещена в принципе. Искусственный социум – искусственная наука, неэффективная техника. Огромные издержки производств, разобщенность человечества по территориальному, языковому, этническому и религиозным принципам. Мы проживаем в перманентной экологической катастрофе, не забываем главное – мы всегда отдаем больше, чем получаем. Это считается законом сохранения, хотя даже сохранением тут и не пахнет. Думаете, это все? Да как бы не так. Правительства всех более-менее значимых в международной политике стран постоянно находятся на связи с хозяевами, получают от них разрешение на технологии и руководство к ним, включая регламенты использования и границы дозволенного. Скрывают присутствие любых пришельцев и все их следы пребывания на планете. НЛО игнорируются, факты изъятия людей десятками миллионов в год списываются на разные закономерности и случайности. Пол Хеллер, бывший министр обороны Канады. На Земле уже давно рядом с людьми живет особая раса инопланетян. Глобальное управление может массово выдавать технологии в пользование, как, например, с электричеством и Теслой. Но потом выясняется, что всем известным электрическим машинам мешает противоэдс. На выходе всегда меньше, чем затраченных сил на входе. Если бы людям дали настоящее знание, люди строили бы машины без противоэдс и никогда бы не поверили в возможность какого-то энергетического кризиса. Собственно, этот кризис и есть костяк современной экономики. Задача экономики – сделать человека безрезультатным, довести до отчаяния, чтобы потом предложить ему спасение и реализовать за счет этого свои планы. Религия также прямо и говорит, что конец света наступит именно со вторым пришествием Христа. То есть спасение человечества по плану должно реализовываться его уничтожением. Как ни парадоксально это звучит, но религиозные апологеты давно с этим смирились. Если посчитать, сколько людей верит во второе пришествие, вот мы снова и подтверждаем прописную истину. Добровольное принятие рабского служения захватчикам есть высший уровень обмана и манипуляции без войны и сепаратизма. Просто людей убеждают в том, что им пора от всего отказаться ради Кришны. Кришна рад давать людям любые технологии и знания, лишь бы люди убивали друг друга и уничтожали свой генофонд. А следит за этим Хануман и его Анунаки. В 20-х числах августа 2017-го лично наблюдал НЛО в виде трех серебристых шаров. Пилоты самолетов обязаны были все это наблюдать тоже. Наверное, они подписку о неразглашении дают. Никогда бы не подумал, что смогу увидеть реальное НЛО, да еще и в окрестностях Москвы в 4 часа дня. Часть 3. Потерянный социум или как поработили человечество. Раньше до библейских событий, которые произошли в 11 веке и происходили на территории современной Турции, что научно доказано Фоменко и Носовским, на всей земле была единая в своей культуре цивилизация. Особенностью этой цивилизации была кастовая ведическая система социальной организации населения. Жизнь людей была преисполнена смыслом и культурой. Свидетельством этого до нас дошли сказания, поговорки и пословица, а также единые архитектурные здания и технологии по всей планете. А теперь взглянем на Индию незамутненным взглядом. Мы увидим доведенную до абсурда кастовую систему, лишенную смысла. Все поклоняются ведам официально, занимаются йогой, соблюдают предписания, уважают различные общественные течения и взгляды и при этом живут в помойке. Нет никакого результата от этой деятельности, экология уничтожена. Культура – это ее жалкое подобие, нет ни виман, ни бестопливных технологий, ни каких-то достижений. Да что там, они еще и керосин пьют для лечебных целей. Массовая общественная шизофрения, утрата причинно-следственных связей. Я, например, видел передачу про одного индуса-врача, который продвигал какое-то лекарственное средство для глаз. Чтобы показать эффективность этого средства, готовы? Как говорил Задорнов, этот индус втирал себе в глаза песок, а потом, умывшись, демонстрировал, что с его глазами все равно все в порядке после применения этого средства. У кришнаитов есть очень красивая фразочка «Веды не там, где они хранятся, веды не там, где их почитают, веды и там, где им следуют». Вот здорово! В Индии им и следуют, и почитают, и они хранятся там, но результата-то ноль. А все дело в том, что они давным-давно были переписаны в виде иероглифов. У древнейшего на земле языка санскрита есть потрясающие свойства. Если посмотреть, как звучат и произносятся слова на санскрите, можно воочию убедиться, сделав открытие, в очередной раз, что санскрит – это иероглифизированная версия русского языка. Это те же звучания, тот же смысл слов, но написание иероглифическое, по сути, скрытое письмо для трудностей изучения. Отсюда санскрит – это сам мскрыт, скрыто само в себе. И так можно видеть, каким образом была уничтожена ведическая кастовая система прошлого и ведические тексты древности. Тогда была единая культура по всей планете. Это во всей полноте раскрыла этнограф-исследователь Светлана Жарникова. Также из одной из популярных альтернативных и наиболее вероятных версий есть такая, что война, описанная в Махабхарате, происходила именно на территории России. Что же такое кастовая система и для чего она нужна? Все люди разные, кто-то ремесленник, кто-то выступает с лозунгами, кому-то нравится за бабочками наблюдать, кто-то участвует в драках и так далее. Так вот кастовая система – пример организации социума, где каждый занимает положение в обществе, исходя из значимости и рода занятия по факту. Характерной и отличительной особенностью кастовой системы является результативность. Врач обязан вылечивать, торговец приумножать материальные блага, воин побеждать, руководитель организовывать работу команды, ученый постигать законы природы и вносить ясность и так далее. Но если вы хреновый врач или занимаетесь не лечением болезни, а, например, торговлей лекарствами и услугами, вас выгонят. В кастовом обществе человек занимает свое место по результативности. Если человек не справляется со своими обязанностями, он занимает низкое положение. Таким образом каста неприкасаемых могла выполнять только грубую неквалифицированную работу – черновую. Что-то перетащить, убрать, подмести и потом не отсвечивать. Каста рабочих могла уже ходить на заводы, поднимать колхозы, осуществлять работу в бригадах, коллективах под четко обозначенную им задачу. Торговцы решали экономические вопросы, как распределять средства, как управлять ценообразованием, инвестировать и распределять средства для оптимальной обеспеченности. И все в таком духе. Трудясь в своих кастах – касты – это совокупность людей со схожими интересами и потенциалом, люди постепенно приобщались к духовному росту, находили ответы на свои вопросы, осваивали различные профессии, постепенно занимая конкретные, подходящие именно им должности и соответствующее положение, реализовывали себя в решении проблем социума. Накопленные опыт и знания сосредотачивались наверху, у высших каст. Поэтому в начале перехвата управления, когда началась война и мировые катаклизмы, срезали именно пласт из представителей высших каст. Так человечество потеряло основополагающие знания, принципиальные технологии, а главное – руководителей и лидеров. И потом уже принялись дожигать все письменные свидетельства прошлой цивилизации. В современном искусственном социуме нами поставлены управлять особые люди. А именно механизм порабощения состоит главным образом в том, что на руководящие должности поставлены люди из низших каст, находящиеся на эволюционно низкой ступени развития. Поэтому, как следствие, вся их греховная натура структурирует подконтрольный им мир. Этим объясняется тот факт, что в мире творится бардак и все подчинено условию экономической выгодности, а не здравому смыслу. Низшие касты не склонны к познанию мира, знаниям и морально-духовным ценностям. Ими движет только жажда наживы и ничего не ограничивается совестью ввиду ее отсутствия. Но если отсутствие совести – это фишка искусственно созданных гибридов, то фишка низких каст – тупость, упрямство, изворотливость, хитрость. Низшие касты подвержены влиянию сил разрушения. Есть высшие и низшие касты. Высшие идут путем созидания, а низшие касты – путем поглощения и разрушения. Кастовая система вкупе – это согласованная, сбалансированная структура, где и низшие, и высшие касты работают на пользу человечества и решение задач осуществляется людьми, для этого подходящими наилучшим образом. Что такое духовный рост? Это когда человек трудится и решает разноуровневые задачи. Он испытывает трудности для тела, ума, и его мировоззрение изменяется в соответствии с накопленным опытом. Когда человек решает какую-то задачу, он обучается и вносит изменения в свое мировоззрение, поведение, и эти изменения накапливаются в виде жизненного опыта, который и формирует культуру. Культура – это коллективное поведение в соответствии с накопленными знанием и опытом. При этом также накапливается и генофонд человека. Как, например, у спортсмена тренируется тело и становится физически полноценно развитым. Также со временем совершенствуется генетика человека, в результате появляются таланты, умения, способность мыслить широко и понимать высшие цели, как для себя, так и для общества. Преодолевая трудности, человек учится и самосовершенствуется, и это однозначно. Откуда, к примеру, пошла традиция родословного престола наследия для царей и правителей? Люди, имеющие самую проработанную генетику, владеющие большими знаниями, передают свои наработки своим детям. И это нам известно как генетическое наследование. Лишь люди с самой совершенной генетикой достойны стоять во главе общества. Конечно, человек может не пользоваться полученным по наследству талантом и увлекаться чем-то еще. Человек должен быть разносторонне развитым. Этот механизм генетического или духовного роста однозначно показывает результативность организации человечества при кастовой системе, естественной форме организации для совершенствования своей генетики. Так почему же завоеватель в первую очередь избавился от кастовой системы? Дело в том, что оно изначально самодостаточно, гармонично и не поддается манипулированию. Наверху кастового общества всегда оказываются лучшие из людей. А вот финансово ориентированные не умеют работать и не имеют творческого потенциала. Они умеют лишь хапать, лгать, изворачиваться и принимать решение в свою пользу. Они не могут действовать в системе, построенной на смысловых взаимосвязях. У людей с обрезанной совестью нет смысла жизни, только правила личной выгоды. Они только и могут приспосабливаться к конкретным условиям и встраиваться уже в готовую систему, в дальнейшем выдавая себя за ее создателей. Как следствие, они не могут иметь духовный рост. Более того, они спроектированы таким образом, чтобы паразитировать на здоровом обществе, приводить его в негодность, тем самым внедряя интересы своего хозяина. А у хозяина все интересы построены на процессе разложения здорового общества и они не имеют ничего общего с человечностью. У кришнаитов, например, общество строится на сексуальных взаимоотношениях. Никакого совершенствования генетики там близко нет. Все для наслаждений, а точнее для наслаждений Кришны. И ясно ли вам теперь, откуда к нам пришел Секас Революшн? Оно и понятно. Самое значимое и ценное только то, что может штырить и имеет максимальное накрытие сознания и чувств человека. Кастовая система нужна для единого обновления, совершенствования и развития генофонда человечества. Она является самой эффективной системой организации для систематического развития собственного генофонда. При кастовой системе человек накапливает потенциал и его дети получают уже более совершенную устойчивую генетику. А вырождение – это обратный процесс накопления генофондом ошибочных генов, болезней и растрата потенциала. Например, все царские семьи имеют дефекты в генофонде и наследственные болезни, что напрямую свидетельствуют об их искусственной ДНК, той самой, что и у гибридов, поставленных манипулировать человечеством. У людей белой расы дефектов ДНК мало, дефекты появляются от смешения видов и ряда проблем, связанных с половой распущенностью и прочим развратом. Таким образом, кастовая система организовывала людей для качественного перехода к осознанной деятельности через совершенствование генетики. Вспомним из преданий про особенности и умения людей прошлого. Они могли общаться телепатически, обладали даром предвидения, не болели и были по сравнению с нами совершенны как боги. Но правда в том, что это были просто люди с более совершенной генетикой и, как следствие, еще до Петра I они жили намного дольше. Еще в шумерской цивилизации цари правили по несколько десятков и даже сотен тысяч лет, если верить описаниям. Люди успевали изучать мир достаточно как для высокотехнологичного уровня, так и для ментальной развитости. Кастовая система – это потерянный социум прошлого, а сегодня мы живем в искусственном, в котором все официально уравняли. Это сбивает людей с толку, когда решение, например, принимает ничего не понимающее большинство, при том, что настоящих специалистов по определенному вопросу всегда единицы. В противовес системе прошлого наши захватчики сделали систему наоборот. На руководящие посты поставлены представители низших каст. Такими руководителями очень удобно управлять и по причине их природной несостоятельности и отсутствия тяги к знаниям. Поэтому они, как и все идиоты, легко контролируемы и управляемы. Хозяину всегда известны их цели и желания, а их действия легко просчитываются. Людей, склонных к знаниям, оторвали от знаний и запихнули на вечные работы по кругу, без результата, без возможности заниматься познанием и духовным ростом. Работу по специальности им не найти, жизнь социума доводится до абсурда, лишается всякого смысла, лишь бы сделать людей зависимыми и подконтрольными. И при каждом серьезном кризисе идет планомерное закручивание гаек и урезание прав. И в такой ситуации самым страшным является, когда человек под гнетом проблем свыкается и добровольно принимает рабское положение для себя, как нормальное и вполне обычное. Буддизм был первой версией христианства для людей кастового общества прошлого. Тексты учения писались иероглифами. Сама Библия, согласно датировкам Фоменко и Носовского, была написана около 16 века. Иисус жил и умер в 11 веке. Тысяча лет была переписана для состаривания событий и рассогласования, как, например, с динозаврами, умершими якобы миллионы лет назад, при том, что в находимых костях этих динозавров еще присутствует ДНК, которую выделяют и исследуют, что доказывает относительно недавнюю гибель этих животных. Есть очень большая вероятность того, что глобальных катастроф было две. При первой погибли динозавры и изменился климат, давление, а при второй был мировой потоп и смещение полюса, замерзли мамонты. С 11 века начались крестовые походы и открытая война против представителей ведической культуры, кастовой системы и всех, кто не принимал новую религию, христианство. Всех, кто обладал иными знаниями, выживших после катастроф носителей прошлой культуры. 16 век – это время инквизиции, смутное время и темные века. В России в это время к власти приходят романовы и уничтожают библиотеки и престолонаследников. Реформируется церковь, армия и общественный строй. Сбиваются все старые фрески и гравюры прошлого, даже затираются надгробные плиты, на которых были даты, имена и изображения изначальной символики, как в случае с филообразным крестом и родословными царей. Примечательно, что огромную часть сил и средств захватчики тратят на уничижение человечества. По Библии человек изначально виноват перед Богом, и если так глянуть, то белый человек, а в особенности русский белый человек, вообще виноват в круговую. Носители мудрости Господа ведут свои дела, постоянно обвиняя людей, которых они обдирают. Причина этого отчасти раскрывается в эзотерике. А именно в том, что человек обладает божественной природой и способен при помощи духовного роста своим творческим потенциалом решать и преодолевать любые проблемы. Как, например, было при переходном этапе от монархии к коммунизму. Люди с нуля создали науку, проделали кучу исследований и обогнали всех по знаниям и темпам роста экономики. Решали проблемы голода, обеспечения производства, оружия, создали систему школ и институтов. И в итоге создали государство мирового уровня. Глобальное управление старательно охраняет нас от мысли, что можно поменять систему и решить все проблемы разом. Поэтому молодежь всячески отлучают от творческой организационной деятельности. Ведь если ее организовать правильно и дать ей нужные раскрывающие потенциал установки, мы получим новое поколение суперлюдей, того самого сверхчеловека. Именно поэтому губительно переставать верить в себя, сомневаться из-за сторонних суждений. Человек имеет в себе божественный потенциал творчества, на которое не способны наши захватчики. У них все по шаблонам, стереотипам и экономически рассчитанной выгоде, где каждый состоит в иерархии по отношению к своему хозяину. С каждой ступенькой ниже человек имеет все меньше прав и возможностей, а экономика обеспечивает только задержку и отсрочку перед новым неизбежным кризисом. В итоге получается, человек сам уничтожает свою экологию и расписывается в своем бессилии все больше и больше. В конце концов, уверовавшись в своей несостоятельности, человек сам должен будет добровольно отдать бразды правления, ресурсы и право на свою душу, некой силе, богам с неба, господу, сыну, дяде, тете и всей этой гоп-компании во главе с Кришной. Для правильного и надежного управления землей элиты были заменены на выведенный особым образом гибрид человека с другими формами жизни. Сатанизм – это естественная политика захватчиков на оккупированной земле для предотвращения и предупреждения восстания местных жителей. Правильные гибриды не имеют совести, они почитают и поклоняются не единому богу-творцу, а вполне конкретным материальным существам с других планет. Они так созданы для безотказного служения своим хозяевам. Совесть бы их сделала ненадежными, поскольку то, что они делают, бесчеловечно. Это и есть настоящие качественные рабы, это им нужен искусственный социум. Их задача – сделать человечество стопроцентно подконтрольным, чтобы захватчики безбоязненно могли находиться на эксплуатируемой ими планете. Потому-то человечество и не развивается, а деградирует, поскольку от него это и требуется. Люди никогда бы не стали уничтожать собственную экологию, создавать технику, несущую глобальную опасность для всего мира в целом, атомную энергетику, ядерное, бактериологическое, химическое оружие и т.д. Воевать с другими людьми, убивать себе подобных, а также воплощать экономику на основе рабовладельческого строя, легализовывать сексуальную и наркотическую распущенность, приводящую к вырождению, к потере генофонда. К этому всему нас толкают адепты и другие ставленники тех самых колонизаторов Земли. Их цель – довести человечество до абсурда, сделать несостоятельным, безрезультатным, таким как в Индии, оставив только имитацию жизни. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Цивилизация прошлого погибла в войне с участием третьей стороны. Сегодня чуждые человечеству силы, используя своих последователей и адептов, продвигают идеи бессмысленной жизни и все сильнее сковывают жизнь человека экономически. Создаются все условия для вырождения потомков коренного населения планеты, цивилизации прошлого. Любовь Кришны или любого другого имени Бога, за которым скрывается хозяин, выражается в рабском повиновении. Любить Господа, хозяина Земли, означает раболепие. Ведическое кастовое общество – изначально созданный социум для наработки, обновления и развития генофонда. Санскрит – иероглифизированная версия изначального языка, первая волна трансформации для сокрытия смысла древних текстов и писаний, а также для разделения и разобщения единого прежде народа. Древние тексты на санскрите ретушированы и переписаны. Русский и старославянский языки наиболее близки к первоисточнику. Мировые войны были спланированы и приведены в действие для взаимного уничтожения единого прежде народа между собой, для лишения людей имущества, земли, прав и связи со своими предками. Ни одна управляющая, политическая или религиозная сила на деле не ставит задачи улучшить жизнь человека. Экономика построена на нескончаемом кризисе, проблемах и страданиях людей. Мир, в котором мы живем, не мир, а миф, искусственное знание и наука, неэффективная техника, не настоящая политика, где надгосударственное управление получает прямое указание от своих богов, блюдут их интересы, скрывая факты их существования. От человека планомерно и методично избавляются по мере получения более продвинутых гибридов, способных в будущем заменить человека функционально. Тем не менее, человек несет в себе сущность бога-творца и потому так ненавистен существам, не обладающими этими качествами, но преуспевшими в технократическом развитии своей цивилизации. Я полагаю, что единственным механизмом спасения человечества является осознание причины мирового конфликта. Это бы сподвигло нас начать поиск настоящих знаний и переход к возвращению ведической кастовой системе общества, обеспечивающей генетическую безопасность и возможность полноценной эволюции. При таком развитии люди станут естественным образом успешны, здоровы и обеспечены будущим. Будут иметь технологическую платформу, не приводящую к экологической катастрофе и вырождению. Такая вот самая правдоподобная, на мой взгляд, версия причины мирового конфликта и способа выхода из него. Постскриптум. Осталось только сбить последнюю луну. Субтитры создавал DimaTorzok